От поведности с доручением президента Беларуси об развитии поселка у городского тыпа у селета на Гомельщине заплановано провести масштабные работы по доброму парадкованию Брагина и Камарына. При этом разговаривание и об реконструкции широкую буйных объектов. Алексей Церковь наведал Брагин. Брагин – центральная площадь. В сейчас выглядит она сформировалась в 80-х годах минулого 100-х годов. Креху ранее, в начале 70-х, тут побудовали районный дом культуры. Повненные работные работы у будинку проводились они где-то 20-х годов тому, когда стало заразумелым, что отселять Брагин уже не будут. После летучнего принятия решения доброго парадкования поселка, дом культуры у спецобъектов, где необходимо провести реконструкцию, уключили один из первших. Директор РДК Сергей Кравченко бывает тут по некolки разов на день. Кажется, что докладно ведая, как проработают будовники. Вгодно с пашпортом объекта работа на им повинны быть завершены 15 липня. Ремонт нужен в любом случае, потому что новые технологии у нас идут. Новые задачи ставятся, новые люди приходят. Конечно, у нас здесь на данный момент три народных коллектива, планируется еще два. Запланованные в Брагине работы можно назвать соправдым масштабными. Городский стадион, який постоянно заняты местовыми школьниками и спортсменами, так само повинен изменить свое обличие. Замес довольно небеспечного для тренировок асфальту, заявится штучное покрытие. Больше с участом станет и футбольное поле. Еще один новый объект на карте Брагина – детячая музыкальная школа. В Оголе, в этой установке, с начала 80-х годов, минулого 100-го года, но никогда не имела властного будинка. При этом сейчас только в городском поселке, у нее и занимается количество детей. Первая версия, и на первую очередь, придут специализированные классы, которые сейчас ремонтуются в ответственности с потребностями минулого музыкальной школы. Нам нужно два помещения, то есть два зала по классу хореографии, и поэтому у нас будет два зала на первом этаже и на втором. То есть эта реконструкция произошла. В связи с этим изменения были по проектированию по холлу, по вестибюлю, и, естественно, увеличились классы. Факт, как не уходит официально справоздача, а летним не меньше, заявляется брагинской реальностью. В покой у поселка проводятся работы по наведению парадку силами подрадных организаций. Местовые же хоры почали добропородковать властные подворки. Семья Балубин, залегу переселенцев, их вёстка зараз уже не яснуя. Брагин стал не просто новой родимой, а родным домом. В покойке собранных предметов быту полежаков подворок нагадывая невеликий музей. Экспонаты избирали по всех родных и знаемых. Знакомых много в деревне, так оттуда попривозили. Ну а красота, все ж любят красоту. Самому же приятно пройти по своему двору или вечером, включить свет, чтобы красота была во дворе. Тогда же и себе веселее на душе. У Год Малой Радимы гостям у Брагине растуется показательший и костюмированный спектакль. Сюжеты о кого побудованы на местовом поддании. Летится, что в 1602 году, именно в это тут, во владании князёв Вишновецких, будучи царь Илзадмитры I, який называл себе сыном Ивана Грозного, пропонувал уступить в шлюб дарцы сандомирского воевода Марине Мнишак. Так, гэта тіне докладно невядома, але про три годы Марина Сапрады стала жонкой Илзадмитры и царицей России. Камень, каля я кого попадание размовлялі закаханне, сёня заявляється брагинской знакомітостю. Камень, каханне, заховається до нашого часу. Кажуть, що калі на яго сядуть молодея, то їх шлюб буде моцним і довгим. Хоть у вуголі сісті на камінь може люби жідаючі, у такім разі можна розличуваць. Насабістый поспіх у житті. У брагині такою махчимостю скористалася, напевно, уже не одна сотня чоловік. Олег Сентеров, Євген Матєйнка, телерадою компания «Гобель» з Брагином.